Здравствуйте, в эфире программа «Крупный план». Меня зовут Владимир Сметанин. Как и в предыдущей передаче, я сегодня буду беседовать с Владимиром Костиным, руководителем Кировского регионального отделения ЛДПР. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. И Валерием Семенищевым, экспертом общественной организации «Жилищно-коммунальный контроль». Добрый день. Здравствуйте. В прошлой передаче, напомню, мы говорили о злоупотреблениях, которые допускают, вернее, идут сознательно управляющие компании. Вы в прошлой передаче озвучили четыре пункта, которые, на ваш взгляд, могут наладить полноценное законное взаимодействие. Сегодня мы повторим и углубимся, что называется, разложим все по полочкам. Давайте начнем с этих четырех предложений и поподробнее на конкретных примерах продемонстрируем нашим слушателям о том, что он предлагается. Да, ну, четыре пункта, повторюсь. Пункт первый – все-таки ввести четкое распределение структуры тарифа. То есть мы должны прям понимать, за что каждый житель платит тарифа на содержание и ремонт жилия. Да, да, выточнили. Должны мы, опять же, дать возможность контролировать вот этот процесс собственникам. То есть, собственники должны от управляющих компаний получать ежеквартально, по нашему мнению, отчеты о расходованных средствах. Чтобы этот отчет был такой полновесный, это третий пункт, жители должны получать акты выполненных работ, то есть подтверждающие документы, что расход действительно состоялся, действительно в таком объеме, и, естественно, жильцы должны иметь возможность подписывать эти самые акты выполненных работ, чтобы по факту понять, был ремонт крыши, к примеру, или трубы, или его не было. И предлагаем все это дело закрепить, я имею в виду тариф договором на пять лет. Кстати, вот это в некоторых управляющих компаниях, которые откликнулись на наше предложение… – Да. И их устраивает наличие трех пунктов, которые я уже назвал. Четвертый пункт их смущает, то есть они не хотят сейчас закреплять тариф на пять лет, ссылаясь на инфляцию. Вроде бы как аргумент, но при всем при этом мы понимаем, что и доход не растет, и при этом работ количество не увеличивается. И зачастую необходимости в проведении этих работ в таком объеме нет. Поэтому пугаться управляющим компаниям тут не стоит. И уверен, всегда жители дома адекватно отреагируют на предложение управляющей компании, к примеру, изменить тариф в сторону даже увеличения, если они видят, как расходуются средства. Если они действительно понимают, что у них вот здесь и сейчас потекла крыша, ее нужно ремонтировать, на управляющая компания все эти деньги, которые собирала, расходовала по-честному, то жильцы, безусловно, согласятся на повышение тарифа, либо примут осознанное решение жить с протекающей крышей. Люди здравые все, поэтому уверен, что управляющим компаниям бояться не стоит. Но это, опять же, что касается предложений. Сегодня также хотелось бы поговорить о тех проблемах, которые поступают в общественную организацию, в приемную партию ЛДПР. Я бы здесь передал слово эксперту. Давайте, Валерий, на конкретных примерах представим масштабы бедствия, что называется. Можно я... Что это происходит именно у нас здесь, вот сейчас. Да, конечно. Я немножко хотел вернуться к тем четырем пунктам. Там я бы добавил немножко более важный момент. Там был такой пункт о предоставлении актов выполненных работ. Кроме этого, нужно требовать от управляющих компаний, чтобы они сознательно предоставляли документы расчетные с ресурсоснабжающими компаниями. Это необходимо потому, что часто выставляют перерасчет, за отопление явно завышенный. А проверить эти документы предоставляют очень сложно. То есть запрашивают, в том числе, через суд. Потому как есть договоры о коммерческой тайне между третьими организациями. Жильцы хотят запросить информацию, а не получают. Ну, это так... Это та прозрачность, о которой мы говорили. То есть важно именно с ресурсников документы забирать. Ну, а теперь касаемо по ситуации. То есть хотел бы сначала взять ситуацию на отдельном, конкретном доме без адреса, допустим. Отберем дом, допустим, 9 этажей. Обычно это 4 подъезда. У него, как правило, много проблем по обслуживанию, качество разное, да, но мы не будем на этом останавливаться. Вариантов очень много. Хотелось бы обрисовать ситуацию, схему коммунального рабства, которую мы недавно выявили. То есть, как правило, чтобы дом завязать на себе, управляющие компании что делают? Они проводят текущий ремонт там, где его не требуются. Ну, в частности, на моем доме была ситуация, предложили ремонт на 2 миллиона 300 тысяч. Я, кстати, напомню, что Валерий, Валерий еще старший по дому, да? Да, предложили ремонт на 2 миллиона 300 тысяч, да. Несмотря на то, что непосредственная необходимость была проведения ремонта на 115 тысяч. Представляете? То есть мы бы провели ремонт, сразу это полтора годовых бюджета, отрицательного сальдо. получается, чтобы, если вдруг мы захотим управляющую компанию поменять, получается, нам нужно заплатить еще долги. На самом деле, такой ремонт не требуется. В целом, наверное, да, требуется, но не прямо сейчас. Это можно провести там через год, через два. Ну, то есть, суть такая. Сначала делается отрицательное сальдо на доме. После этого, когда дом практически завязан, управляющая компания самовольно повышает тариф. И здесь я бы хотел уточнить. Тот ремонт, который предполагался на 2 миллиона 300 тысяч, не факт, что он на 2 миллиона 300 тысяч был бы проведен. Потому что, если выясняется, что труба здесь и сейчас хорошая, да, ну вот после того, как провели экспертизу, управляющая компания вполне могла по бумагам ее заменить. А по факту она бы хорошая и осталась на доме. То есть, ремонта бы, может быть, было проведено там не на 115 тысяч, как по факту случилось, а тысячу на 500, но денег взяли бы до 300. Вот речь как раз в том числе и об этом. Подложить. Так, отрицательный баланс. После этого управляющая компания повышает тариф на содержание, пользуясь лазейкой в жилищном кодексе. То есть, получается, что если жильцы дома не провели ежегодное собрание, общее собрание собственников, то управляющая компания считает возможным поднять тариф без согласования. И жилинспекции их в этом покрывают. По крайней мере, я несколько раз звонил, они вот так по телефону озвучивают именно таким образом. Покрывают, что значит, как это? Получается, что управляющая компания в этом отношении права. Хотя в жилищном кодексе четко прописано, что поднятие тарифа идет только согласование общего собрания собственников. Только на таком основании. Вот. Дальше. Вариант именно поднятия тарифа. После этого идет что? То есть, они могут делать перерасчет по отоплению заведомо большой. О чем я говорил как раз в том, что нужно требовать документы от ресурсоснабжающих компаний. Если эти документы предоставлены, соответственно, можно просто с крикодором посчитать. Каким образом требуется? Это мы требуем на добровольном начале, чтобы управляющая предоставляла... Ну, так сказать, мы сейчас предлагаем некий формат сотрудничества, формат взаимодействия всем управляющим компаниям. То есть, если управляющая компания не согласна с тем, что мы сейчас говорим, и готова к открытому диалогу, готова предоставлять все эти документы, мы бы вот сейчас прямо по перечню предлагаем пройтись и сказать, что вот эти документы важны, нужны для того, чтобы понять, нет ли здесь каких-то злоупотреблений. Потому что нам очень бы не хотелось обвинить управляющие компании в том, в чем они не виноваты. Но если не виноваты, покажите всем, что действительно мы сейчас, может быть, что-то там фантазируем, перегибаем, или это не у всех практикуется. Давайте включаться в диалог, все управляющие компании призываем. Я бы здесь еще не только ресурсоснабжающие компании указал, потому что зачастую в доме, где есть лифт, к примеру, управляющая компания для этого дома заказывает услугу у организации, которая уполномочена этот лифт обслуживать. К примеру, услуга за один лифт в месяц стоит 3,5 тысячи рублей. Ничего не мешает управляющей компании сейчас эту стоимость жильцам выставить в размере, к примеру, 4,200. И отконтролировать это крайне сложно, как раз потому, что сказал Валерий. Существует коммерческая тайна, на которую управляющие компании и подрядчики ссылаются. То есть жилец по факту должен оплачивать ту сумму, которую выставляет управляющий. Хотя напрямую он бы это все дешевле значительно получил. Возвращаясь к системе, схеме коммунального рабства, то есть получается, что дом уйти не может, так как долги и обслуживание дома превращается в ничто. Фактически наш дом таким же был, порядка 10 лет вообще не обслуживался. Какого года построили? Дом 1975-1979 года. И получается, что дом превращается в необслуживанный дом по факту. То есть примеров много. Эта ситуация на конкретном доме, то есть она массовая. И я могу адреса сейчас просто поназывать. Ну так, для примера, чтобы было конкретно. То есть проблемы с длинным... А, кстати, еще момент такой. Если дом не обслуживается, соответственно, жильцы рано или поздно это надоедают и хотят сменить управляющую компанию. Тут возникает третий момент. Дом принял решение, поменял управляющую компанию, но старая управляющая компания продолжает китайцы выставлять. И тоже это массовая проблема. Они вроде бы как поменяли, а решить проблему никто не решает. Жилинспекция, опять же, бездействует. Они выносят предписание, но не контролируют их, либо контролируют так, что фактически ситуация не меняется. То есть получается, что ситуация может больше года длиться, двойные квитанции, а старую управляющую компанию присылают желтые квитации, и просто фактически такая получается угроза и вымогательство. Ну так вот, как люди воспринимают. Какие-то серьезные разбирательства уже есть в этой плоскости? У нас... До судебных решений нет? У нас конкретно судебных решений судятся дома. Да, да, да. И опять же вот эта проблема носит массовый характер сейчас в городе Кирове именно с двойными платежками. Зачастую удается договориться управляющим компаниям, либо жильцы правильный выбор делают в пользу той или иной управляющей компании, то есть основываясь на принятом решении. Но если случается так, что часть жильцов, допустим, по привычке продолжает платить старую управляющую компанию, часть новой возникает как раз между управляющими. Спор. Но они не решают сами этот спор. Они перевешивают все на плечи жильцов. Если вдруг кто-то переплатил, ну вот есть опять же пример там по Московской 189, когда в управляющую компанию Октябрьского района были заплачены деньги, которые фактически не были израсходованы. Там не было двойных платежек, но управляющая компания Октябрьского района, собрав деньги, не оказала услуг. То есть даже по бумагам не смогли эти деньги провести. К слову сказать, этот дом собирает 4 миллиона в год. Это очень большие деньги, их еще надо постараться потратить. Дом не устаревает на 4 миллиона в год. Так вот, управляющая компания Октябрьского района жильцам сейчас эти деньги не выплачивает. Ну там, она естественно там напрямую вернуть деньги, прийти и раздать там во дворе не может, но логично, что эти деньги должны перейти на счет дома в новой управляющей компании. Этого не происходит. И сложность выхода в суд заключается в том, что собственники должны уполномочить кого-то, либо все сами по отдельности выйти в суд против управляющей компании. Естественно, в таком большом доме это сделать крайне сложно. Деньги до сих пор висят, там они висят уже почти полтора года. Здесь конечно же хочется больше инициативы от всех собственников, но если собралась инициативная группа хотя бы из нескольких людей и довели это до то хотя бы того, чтобы обратиться к нам, а мы уже довели это до судебного какого-то процесса, дальше будет проще. Все остальные жильцы могут включаться в уже существующие судебные процессы и требовать от управляющей компании вернуть деньги в свою часть. Но надо понимать изначально, что это дело непросто. Это процесс очень непростой. И не быстро. Вообще система ЖКХ сейчас настолько запутана, искусственна, что для всех, проще сказать, это темный лес, эти деньги уже безвозвратно потеряны, нежели чем добиваться права. А там деньги очень большие. Валерий, давайте озвучим все-таки адреса этих проблемных домов, а затем уже координации сообщим нашим слушателям. Ну вот, например, доманы, на которых был поднят тариф без общего собрания собственника. Вот, по жалобам жильцов, то, что обратились Гильцовский 33, Октябрьский 109, Красной Звезды 3, Гайдара 4, Чапаева 1, Б, Пороцкого 20, студенческий проезд. Причем это не все, что у нас есть, это просто чтобы мы тут полчаса не говорили. Это все разные управляющие компании? Да, разные. Ну там есть у нас конкретная компания нарушителей, которые просто в массовом порядке не делают, но мы не будем останавливаться. Проблема с завышенной оплатой за отопление. Монтажников 22, Северная набережная 13, Ленинградская 10, Карла Марса 45, Ленина 20 тоже пришло от старой управляющей компании. Проблемы с двойными квитанциями. Физкультурников 12, Лепси 37, Преображенская 53, Московская 101, Октябрьский 137, Ульяновская 6. То есть эта вот проблема, она на самом деле… Буквально весь город. Да, география. И при этом, при всем, что это массовая проблема, понятно, что с этими проблемами все жители обращаются куда? В жилинспекцию. А жилинспекция пишет отписки, это нормально. То есть я даже свой дом могу привезти. У нас два месяца не было горячей воды, вот конкретно летом. Они написали, что вы предоставьте, пожалуйста, все документы, какие есть. Соответственно, без этого мы даже рассматривать не помним. Буквально ответ. Что там за документы? Там, видимо, нужно взять справку КТК, что они нам воду горячую не давали. Ну, то есть это… Я шучу, конечно, да, то фактически ГЖИ в этой ситуации обязана проводить проверку, запрашивать все необходимые документы, как у управляющей компании, так и у ресурсоснабжающей компании. Она этого не просто не делает, даже пишет ответ, что даже не боится как бы то свое бездействие в официальном письме демонстрировать. Более того, когда есть предписания четкие от прокуратуры, на которые обязаны отреагировать государственная жилищная инспекция, ГЖИ вместо того, чтобы свои прямые обязанности выполнять, занимается как раз таки написанием отписок. Мы сами с этим столкнулись. Жильцы все крайне недовольны, вот все, кто обращаются, крайне недовольны работой жилищной инспекции. И возникает резонный вопрос. Если организация создавалась для того, чтобы защищать интересы граждан, и сейчас этого не делает, зачем она нужна? Давайте тогда распустим ГЖИ, введем систему общественного контроля в системе ЖКХ, опять же, определим действующих лиц в рамках этой системы, пожалуйста, общественная палата, ради бога, общественные организации, которые трудятся на этом поле. Тут с удовольствием ТСЖ жильцы, в конце концов, активные. И вот в рамках вот этого вот органа, вновь созданного, который, по сути, там, ну, он будет создан от народной инициативы, а не потому, что кто-то решил, там, как вот ГЖИ, да, давайте создадим, и чем будет организация заниматься, непонятно. Он будет, естественно, отстаивать интересы, потому что в первую очередь касается каждого, кто в этом органе состоит. Вот, на наш взгляд, это логично. Да, по ГЖИ, опять же, если они, там, и дальше будут продолжать заниматься лоббированием интересов управляющей компании, точно нужно распускать. Не нужны они такие. Организация ЖК, где можно получить консультацию, куда прийти? Октябрьский проспект 62, телефон 456789. Да, если вы услышали свой адрес среди тех, которые я назвал, Валерий, если вы столкнулись с проблемой и не услышали свой адрес, обязательно обращайтесь в ЖКК ЛДПР, телефон 456789, звоните, и обязательно поможем. Я бы хотел добавить, извините, то есть, ситуация настолько, ситуация непростая. Мало того, вот то, что мы обрисовали, она ухудшается, она постоянно ухудшается, у нас обращение нарастает, да, причем с этими однотипными проблемами, то есть, для того, чтобы что-то изменить, нужно обращаться, фактически что-то делать. Единственное сейчас решение адекватное, хотя бы сделать какую-то прививку, для того, чтобы вот эти нарушения системные не были. Что я имею в виду под прививкой? Это проведение собрания на доме, то есть, общее собрание собственников. Вот те четыре пункта, которые мы предлагали, это не только предложение управляющим компаниям, чтобы они добровольно декларировали свою какую-то, ну, чтобы чистые руки, что ли, как-то декларировали, да. Это непосредственная прививка для каждого конкретного дома. Если они проведут собрания, в договор управления внесут эти пункты, соответственно, они уже процентов на 50 будут защищены от всех этих злопотреблений. То есть, там уже не поднять тариф без согласования, не выставить тройную там оплату за отопление, хотя бывает там, ну, не тройная, может полторная начисление точно бывает, то есть, содержание будет адекватное. Если эти пункты провести на собрание, даже если не менять управляющую компанию, это уже серьезное будет задело на то, чтобы дом хотя бы содержался адекватно. То есть, это нужно проводить реально, потому что проблему по-другому они, в принципе, не решаются управляющей компанией, даже документы не предоставляют, не говоря о том, чтобы как-то по ним отчитываться и как-то что-то так приводить в порядок. При этом завершается программа «Крупный план». Я напомню нашим слушателям, что все программы, в том числе и эту, можно послушать на нашем сайте «Кирова.ру». Благодарю наших гостей. Владимир Костин, руководитель Кировского регионального отделения ЛДПР и Валерий Семенищев, эксперт общественной организации «Жилищно-коммунальный контроль». Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok